Первое боестолкновение, которое я получил с врагом, это было в районе первого или второго марта, да. У меня получилось так, что противник подошел, мы не ожидали вообще, что он так близко подойдет, потому что были моменты с координацией с умирными подразделами. Он подошел там буквально метров на 10, и мне пришлось отстреливаться с пистолета по ним. Мы вступили с ними в бой, и пошло у нас бодание за один населенный пункт с ними. То мы это бьем, то они это бьют. Мы так сражались, так что, ну, думаю, да. Но на других направлениях, по-моему, даже в феврале еще начались уже на границах города сражения. Слушая их перехваты, он просто не задумываясь дает квадрат своей артиллерии, да, он там корректирует типа по улитке, но на самом деле, ну, пакету градов ему плевать на точность, он просто уничтожает квадрат и все. Люди, если брать по проспекту Победы, я был на левом берегу Мариуполя, люди как шли в магазин в один момент, так и погибали. Просто трупы валялись на улицах, их было сотни, они уничтожали просто целые районы. Один раз я даже видел, как пол левого берега просто горела. Там стояли девятиэтажки, они все разрушены, они все сожжены. Я бы не сказал, что это было страшно, это было тяжело просто. Мы как бы профессиональные военные, мы все это время тренировались, были готовы к войне. Просто условия, ну, не позволяли нам раскрыться полностью, потому что мы попали в полное окружение. Противник имел превосходство как в технике, в артиллерии, в авиации, в личном составе. Местное население, конечно же, такого количества обстрелов, оно было шокировано. Этот город был мирным, начиная с 25 января 2015 года, после обстрела восточного. Он максимально не понимал, что происходит, он очень сильно боялся. Мы как могли им помогали и едой, и пищей. Пытались их эвакуировать в более безопасные места, но в Мариуполе просто безопасных мест было очень мало из-за количества обстрелов. То есть работала постоянно ствольная артиллерия, работала постоянно реактивная артиллерия, минометы доубили постоянно, авиация, корабельная артиллерия, ракетные обстрелы. То есть это все летело не только в военных, это все летело просто по городу, там, где военными даже, ну, и не пахло. В 24 часа я получил уронение. Мы отбивали танковый прорыв до взвода танкового. Два танка успели повредить, и третий танк меня ранил, поскольку он живот. Сразу провели эвакуацию, провели эвакуацию на КСП батальона. КСП батальона фельдшера наши меня стабилизировали. И потом меня сразу отвезли на операционный стол в бункер, да. Я знал, что к нам летают вертолеты, но я думал, что они просто летают, скидывают нам боеприпасы и все. Потому что у нас был момент, когда нам скинули три ящика с боеприпасами, они упали в черте города, то есть мы их подобрали, все было нормально. Ну, я думал, что таким образом они летают, они просто залетают, скидывают и, ну, и все. А потом уже, когда я уже был раненый, уже лежал после операции там, ко мне подошел один из взводников моей роты, сказал, у тебя сегодня эвакуируют. Я говорю, ну, эвакуируют и хорошо. Мне как-то постараюсь найти силы вернуться обратно в строй, хотя бы там сидеть на радиостанции или еще что-то. И утром 28-го числа, примерно в 6, может быть, в 7 утра прилетели два вертолета за нами, я и еще парни раненые, и нас увезли. Это месяц, уточнее, пожалуйста. Это март, март месяц. Это уже не первый раз вертолеты прилетали, да? Да, это был не первый раз, это был, по-моему, третий. Они забирали, они привозили нам вооружение, противотанка в основном, обеспечивали нас какой-то там небольшой едой, ну, в общем, боеприпасами, медикаментами и забирали тяжелораненых или, ну, кого там могли. И уже примерно за 3-4 часа до эвакуации подошел хирург, который мне делал операцию, говорит, я хочу, чтобы тебя отсюда забрали. Я говорю, круто, хорошо, спасибо. Типа, и уже где-то в 5 часов утра нас начали грузить на носилки, я сам не мог встать ходить, но мне вполне обезболивающе, и доктор сказал, пробуй сам, типа, лезь на носилки. Я сам как-то там почелапал, короче, на эти носилки. Ну, в общем, упал на них, типа, легко, кто. Нас упаковали в такие термы, как пакеты, для того, чтобы мы не замерзли, потому что мы были там, ну, в футболках, в трусах. А все-таки март месяц еще был, было холодно достаточно. Вот, и вынесли с бункера наверх, посадили в крас, ну, как посадили, положили нас, нас было около 9 человек. Вот, и повезли на точку эвакуации. Ну, переменно там, сначала до одной точки мы стояли, ждали, потом до другой точки мы стояли, ждали, пока не услышали звук вертолетов, который нас прилетел, забрал. Правда, пока мы так ехали, нас чуть не, где-то, около 7, авиабомб упало там в 100 метрах, 200 метрах. Мы только проехали, там был момент, мы проехали, я, получается, лежал головой к выходу из кузова. И смотрю, мы проезжаем, 10 секунд буквально, короче, на то место, где мы приехали, бах, разрыв, короче, бомба. Да, летала вражеская стратегическая авиация, она просто бомбила Азовсталь, ну, бесконечно, буквально, ну, каждые 3-5 минут бодала бомба в черте города, да, или по Азовстали, или же по заводу Ильича, или же просто по городу. Я был в борту, у меня были только лежачие, только тяжелораненые, вот, нас погрузили на носилках в вертолет, и мы таким образом полетели. Здесь я уже, идет третий месяц, практически все лето, с начала лета я здесь нахожусь, пролечился я апрель-май, в мае, в начале мая я прошел реабилитацию, ушел в медицинский отпуск, побыл в медицинском отпуске, полностью восстановился, уже начал нормально ходить, у меня перестал болеть живот, и в начале июня я присоединился обратно к парням. То, что произошло в плену в Еленовке, это, конечно, ужас, этим тварям нет прощения. После таких преступлений, я думаю, что их нужно максимально всех предавать в суду. Я думаю, что международный суд над ними состоится, рано или поздно. Самый большой страх, который они получили от нас, это наше сопротивление, наша подготовка, наша готовность и наша мотивация воевать против них. Мы находимся на своей территории, мы защищаем свою землю, наша война праведна. Их война захватческая, она ни к чему хорошему не приведет, они только умрут здесь. Для меня победа — это возвращение наших границ, это сохранение большего количества жизней наших людей, гражданских, военных, парней, которые сейчас воюют. Когда она наступит, я, конечно же, не знаю, работы очень много нужно провести. Но я считаю, что, возможно, если не в скором времени, то в ближайшем будущем она будет. Продолжение следует...